Спасибо за просмотр! 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 Я буду рад ответить на вопросы по нашей деятельности, но я, к сожалению, вряд ли смогу быть очень хорошим экспертом по темам экологии. Я сразу скажу, что наша организация сознательно не занимается вопросами экологии, потому что мы знаем то, что имеются хорошие и сильные НПО экологические, у которых есть хороший голос, компетентный, профессиональный голос. И мы не видим в том, что мы, потому что мы не убеден, который мы не участвую, который мы участвуем. На том поле, на котором уже есть хорошие, сильные профессионалы, эксперты. Тем не менее, с вопросами экологии мы так или иначе, конечно, сталкиваемся, потому что городские проекты, девелоперские проекты, они очень часто могут не учитывать, скажем так, влияние на окружающую среду. И в целом проекты даже простого благоустройства в городе, они подразумевают вопрос озеленения, это уже напрямую связано с тем, какая экология будет в городе и как люди будут себя чувствовать в этом городе. И темы комфортного города, чем занимается урбанистика, хорошая экология, это, безусловно, один из важнейших компонентов комфорта, комфортности городской среды. Я потратил добрую половину времени на то, чтобы просто сделать вступление, поэтому я очень быстро пройдусь. В этом форуме Казахстан, наверное, существовала как инициатива для проведения крупных ежегодных мероприятий, собственно, форумов. Это с 2015 года, в 2015-2016 году были проведены такие форумы. На тот момент это было оправдано, потому что дискурс был нов, сама тема была новая, и крупные статусные мероприятия с международными гостями привлекали не только общественность заинтересованную, но и чиновников. Уровни вице-мэра и начальников управления у нас всегда были, открывали форумы и участвовали в дискуссиях. То есть это было в том числе важно для того, чтобы запустить этот диалог. Чудовники, по крайней мере, в Казахстане, такого рода крупные мероприятия они приветствуют и редко игнорируют. С 2017 года мы решили поменять формат и не проводить крупные такие форумы, а работать как постоянно действующая площадка. И с задачей выстраивания диалога между экспертами, мэриями городов и жителями. У нас выработался такой алгоритм или пайплайн нашей деятельности, потому что важно, чтобы люди друг друга слушали, чтобы эти стороны друг друга слушали. Чтобы они слушали, мы понимаем так, что диалог должен основываться на данных, на чем-то конкретном. Профессионализация диалога. Поэтому первый шаг у нас всегда проведение исследования. Второй этап – это отработка выводов и рекомендаций с экспертами в рабочих группах или на небольших рабочих встречах, после чего, собственно, большое диалоговое мероприятие. И последний этап – это, собственно, адвокация, это продвижение рекомендаций. И здесь, конечно, не так все легко, как на предыдущих этапах. У нас есть два кейс-стадий адвокационных. Я о них коротко расскажу. Прежде чем я перейду к ним, я коротко скажу, что по непринципиальным, тактическим вопросам взаимодействие с госорганами местного уровня идет достаточно в рабочем режиме, хотя и не всегда. И здесь есть несколько факторов, которые помогают вовлечь или привлечь, или заинтересовать местную власть. Первое – это совпадение и в собственной повестке с позицией экспертов, как, например, в проекте благоустройства микрорайона «Тостак». Это проект наших партнеров, который был в 2017 году. То есть у районной администрации был план, и он был не очень хороший. И они для того, чтобы так совпало просто по времени, что как раз проект наших партнеров, он состоял именно в благоустройстве этой же самой территории микрорайона. То же самое там можно сказать про наш проект в Турксибском районе. Это можно посмотреть на нашем сайте. Второй фактор – это требование местного сообщества, которое получает широкий резонанс. Так было, например, в проекте, кстати, экологического сообщества. Это, ну, оно само себя так называет. Это местное сообщество в отдаленном микрорайоне частной застройки. Почему оно экологическое? Потому что оно включает вопрос развития территории, которое представляет собой озеро. Озеро или пруд. И его благоустройство предполагает очень много экологических мероприятий. Вот. И там был как раз этот фактор – требование местного сообщества, получившее широкий резонанс. Ну, правда, очень часто такого рода, когда такое начало у проекта, часто чиновники в дальнейшем как бы аппроприируют, присваивают себе проект. И так часто бывает. Что касается проектов, которые предполагают критику или системные изменения, там все сложнее. И вот здесь вот два из кейс-стадий, которые я хотел рассказать. Первый – это компания, которую мы называем «Экспертный совет». С 2017 года, я знаю, что у меня закончилось время, я буду очень коротко, значительно сокращу свое выступление. С 2017 года мы добивались создания консультативного органа в области городского планирования, архитектуры и урбанистики. Никакого взаимодействия с местной властью не было. Наоборот, за это время был упразднен городостроительный совет, который мы, собственно, критиковали за то, как он работал. И предлагали его улучшение, но за это время его вовсе упразднили. Диалог не получался. На нашей полисе прифы и запросы приходили отписки. В 2018 году мы решили собрать прототип экспертного совета, назвали его рабочей группой, его платформом «Казахстан», чтобы попробовать реагировать на текущие хотя бы вызовы. Так мы разработали комментарии к дизайн-коду Алматы, провели, в котором, кстати, есть раздел и по озеленению, небольшой, но такой и довольно поверхностный, но тем не менее. Провели ряд итераций по планам реконструкции и благоустройства улиц, получив неожиданных союзников в лице проектных организаций, на которых нанимает мэрия для разработки проектов. Главная причина, по которой мы настаиваем на этой теме, на теме экспертного совета, это не только право на город, чтобы людей слышали, и не только возможность получать более качественные и устойчивые решения для города, но и способ избегать конфликтных ситуаций. Это хороший аргумент для чиновников, для которых политическая стабильность, ну, вообще для нашей, для Казахстана политическая стабильность это такая священная корова, вот, и даже на местном, на локальном уровне чиновникам очень желательно избегать любых конфликтных ситуаций. Вот, одна из таких ситуаций возникла в конце прошлого года, это был проект крупного здания в историческом центре, который, ну, отличается малоэтажной застройкой. Проект не выдерживал критики по многим параметрам, включая экологические. Была серия запросов, публикаций, мэрия была вынуждена устроить общественное обсуждение, но решающим моментом стала наша петиция на имя президента. Мы не были против строительства на этом участке. В петиции шла речь о тех же вещах, о которых мы говорим с 2016 года. О необходимости предпроектного анализа, консультации с жителями и экспертами, которые лучше всего институционализировать в формате экспертного совета, для которого мы предложили и механику, и порядок формирования, и порядок работы. Вот. А теперь мы, возможно, заработали одного врага в лице одной строительной компании и, возможно, одного архитектурного бюро. Но я полагаю то, что мы могли получить в союзнике остальных игроков рынка, потому что предварительные анализы согласования могут сэкономить им деньги, чтобы не переделывать проекты, чтобы не потерять деньги, да, как если в результате общественной критики мэрия будет вынуждена отменить проект, отозвать разрешение на строительство. Вот. То есть, такая вот история. Вторая история – это компания бюджет-участие. Она не такая захватывающая, но более результативная. Я коротко здесь скажу, потому что она имеет небольшое отношение к экологии. В прошлом году был запущен пилотный проект бюджета-участия в Алматы. Он был плохой по одной простой причине, что местные власти, разрабатывая бюджет-участия, механизм вовлечения граждан, они не привлекали к участию самих граждан. И поэтому механизм получился сырой, вышел поздно, не осталось времени на информационную кампанию, на просвещение. Вот. Мы предлагали свою помощь в разработке механизма, регламента с начала года, но все наши предложения были проигнорированы, хотя у нас были исследования, методические рекомендации, переведенные лучшие практики и так далее. Вот. Ну, в общем, критика была очень большая не только с нашей стороны, со стороны общественного совета, который зачастую мы используем как канал для, скажем так, усиления, как рупор для того, чтобы привлечь внимание к проблемным моментам. Вот. Общественный совет для слушателей, которые не из Казахстана, я поясню, это орган, который был создан представительный, но он не выборный. И его адрес изучает очень много критики. На самом деле его сфера компетенции непонятна, его статус двусмысленен, потому что он дублирует конституционный представительный орган власти, местный парламент Маслихаты. Вот. Ну, тем не менее, почему я говорю, что это было более результативно? Потому что практически все наши рекомендации, которые мы давали, мы их давали в двух или трех пакетах, один за другим, они были приняты, и, но, к сожалению, на конечный результат это не оказало большого влияния, по той простой причине, что, как я сказал, было потеряно очень много времени, и не оставалось времени ни на информационную кампанию, ни на доработку технических моментов. Вот. Ну, в частности, по голосованию там и так далее. Ну, мы надеемся, что эти уроки будут учтены мэрией при реализации следующего проекта участия, проекта бюджета участия. Вот и все. Я прошу прощения, что я задержал по времени. Видимо, сыграло роль то, что я забыла сказать. Нет другого способа, нет лучшего способа оценить, было ли прекрасно мое выступление, как по тем прекрасным вопросам, которые мне задали. Но если спикер прихватывает к своим десяти минутам еще пять минут вопросов, то у него нет прекрасного теста для своего выступления. Вот. Как случилось с Адилем? Простите, что я не предупредила вас об этом заранее. Тем не менее, я думаю, что коллеги нас простят, все, кто нас слушает, потому что вопрос все-таки есть. Вопрос от Елены. Все-таки как добиться создания экспертного совета при управлении городского планирования? И каков, по вашему мнению, приемлемый механизм учета разных, зачастую противоположных, мнений о застройке? Если есть у вас короткий ответ на этот вопрос, понимаю, что он не очень конкретен, он очень широкий. Тем не менее, он о механизме. Вы о механизмах говорили сегодня. Если есть какой-то короткий алгоритм, как этот механизм мог бы выглядеть или как он мог бы быть создан, мы бы это с удовольствием приняли как ответ. Большое спасибо, Елена. На самом деле вопрос очень конкретный и хороший. Мы видим две возможности. Одна, которую мы продвигаем с самого начала, это то, что в законодательстве есть пространство для того, чтобы создать такой орган. И просто зависит от его правовой формы. То есть это может быть, например, при общественном совете, что было бы нежелательно, конечно, но как вариант. И второй путь — это несение поправок в национальное законодательство. И, соответственно, это уже выходит на уровень национальной адвокационной компании. И что сложнее, но тем не менее, еще один хороший момент, который здесь может быть в помощь, это стремление Казахстана в ОСР, в Организацию экономического сотрудничества и развития. И вовлечение как раз одно из вовлечений жителей и экспертных механизмов при принятии решений на городском уровне — это одна из важных рекомендаций ОСР. Вот. А что касается, как сделать так, чтобы учесть все мнения и выработать оптимальное, я думаю, то, что мы не узнаем, пока не попробуем. Самое важное здесь, чтобы диалог был, чтобы он был настоящий и пропредставительный. И здесь очень важно, из кого будет состоять этот совет. И в нашем предложении это помимо экспертов. И это должны привлекаться сообщества, жителей, на которых окажет влияние новый проект обязательно к обсуждению. Вот. Я думаю, то, что, еще раз повторюсь, что мы не узнаем, пока не попробуем. И просто, да, надо начинать диалог. Без него будет хуже. Адели, огромное спасибо. Ну, теперь понятно, кому обращаться за экспертизой в исследовательской части раз, и в способах организации механизмов продвижения своих решений в административном аппарате. То есть совершенно точно, что вы уже понимаете эту логику, и именно вы можете нас консультировать. Ну, если говорить не об опытных НПО, а о неформальных сообществах, которые только начинают свою жизнь, мне кажется, вы могли бы такой хороший просветительский импакт оказать вот в эту сторону. Если не говорить об экологии, я бы сказал, я бы уточнил, да. А по поводу городского развития, без проблем, буду рад. Спасибо большое. Спасибо вам, Адиль. Да, спасибо, что вы были, и спасибо, что вы сказали так много. Благодарю. Я не знаю, как вы видите, коллеги, свой экран, я его вижу очень красиво. Меня... Адиль. По правую руку у меня эксперт по воздуху, а по левую по воде. Это прямо очень красивая картина, она какая-то такая высокохудожная и полна смыслов. Вот. Следующий человек, которого я, ну, не буду сильно представлять, потому что он обычно сам представляет собой огромную тему, и сам часто представляет других, это Лена Ерзакович. И я возьму на себя риск, наверное, сказать, что я знаю тот вопрос, который Лене сегодня задавать ни в коем случае нельзя, потому что сто пятьсот раз этот вопрос уже был ответен на огромный, самый большой план гражданского активизма, которого называется Фейсбук. И то, о чем Лена говорит в последнем месяце, с начала карантина, не задавайте мне вопрос о том, что же больше загрязняет воздух, ТЭЦ или машины. Я уже замучилась на этот вопрос отвечать. Вот. Но, может быть, моя шутка будет провокацией именно к тому, чтобы мы еще раз на этот вопрос ответили, потому что он действительно будоражит обывателя сильно. Вот. Но экспертного ответа на него до сих пор окончательного нет. Вот. Но если можно, этот вопрос, пожалуйста, Лене не задавайте, задавайте более интересные вопросы. Итак, наш эксперт сегодня в теме воздуха. Елена Ерзакович. Спасибо, Надежда. Я надеюсь, меня слышно. Хотя на улице гавкают собаки, ну, ничего с животными не поделаешь. Я живу в частном секторе. Это свой микромир, так скажем, окружающая среда вокруг. На самом деле, я себя как бы не считаю экспертом в части воздуха. Я вообще не профессиональный эколог. Вот Светлана, которая тоже у нас, две Светланы в чате, они гораздо ближе к этой теме. Но так как я варюсь и дружу с экологами, уже вот посчитала на протяжении практически 20 лет активно, причем со всей Центральной Азии, я вот позволила себе согласиться на приглашение и осветить тему именно взаимодействия госорганов и экологии с точки зрения общественных организаций, гражданского общества и государства. Дело в том, что когда я пришла на работу в региональный экологический центр, это вот был рубеж 2000 года, когда создавалась эта организация, уже до этого были национальные различного рода органы, на тот момент работало значительное количество экологических НПО, то есть некоммерческих организаций, которые создавались практически на базе вузов, в начале. Я небольшой историк экологического движения Казахстана, я просто так, скажем, проверила вот хронологию для себя, то есть по идее уже практически 30 лет экологи вот осуществляют этот процесс, попытку взаимодействовать и влиять на государственную политику, на жизнь местных сообществ. Если в начале это было в основном профессиональные, так скажем, профессиональные организации, постепенно они перерастали через различные грантовые программы, стали взаимодействовать более тесно с населением, и вот была долгая история обсуждения каких-то крупных там программ, я не скажу, что она была очень широкая, это были в основном вот экспертные обсуждения на базе каких-то проектов, обсуждали национальный план действий по экологии, потом были различные программы возрождения Аральского моря, я вот не буду на них останавливаться, были попытки составить общественные региональные экологические советы вот под определенные программы, но я говорю, что в основном все обсуждения происходили там на, так скажем, экспертном уровне, и та и другая сторона была представлена людьми, которые понимали, о чем мы говорили. И вот только вот буквально, я считаю, последние несколько лет, ну не считая программ взаимодействия с сельскими сообществами, которые опять же с 2000-х годов их было очень много, когда у местного населения пытались развить какие-то навыки, там опять же НПО выступали в качестве менторов, так скажем, в большей степени. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что об экологии все-таки хочет знать больше населения, население стало более активно вмешиваться в обсуждение. И с одной стороны, это вызов, я считаю, для профессиональных экологов, потому что приходится разъяснять, ну вот простые истины, да, для кого-то, для преподавателя вуза, вот как Светлана, да, какие-то темы, это уже набитые бескоменную, но истины. Приходит громадная масса людей, например, вот мы посмотрели это на проблеме качества воздуха в Алма-Ате, вот если возвращаться к нашей теме, которые вдруг прозрели, так скажем, поняли, что все вокруг плохо и начинают задавать очень простые, с их точки зрения, провокационные вопросы, и вот тут стал вопрос выдержки, как вы говорите, сколько раз можно повторять одно и то же и разъяснять. То есть, с одной стороны, началась какая-то большая, более массовая просветительская функция вот у гражданских активистов, если мы смотрим на профессиональных экологов, но в то же время я не увидела такого же всплеска со стороны госоргана вот этого просветительской работы, потому что госорганы в какой-то момент встали в оппозицию, да, в части именно проблем, например, качества воздуха, и мы не видели такого же адекватного потока информации, как это было со стороны, например, профессиональных экологов. И вот тут вот дилемма очень сложная, что можно улучшить и как это взаимодействие усилить, потому что нападки на газогидромет, которые, ну, все поняли, что неадекватное количество информации идет от этого госоргана, и люди хотят знать больше. Они, с одной стороны, породили новое гражданское движение общественного мониторинга, что очень классно, и мы этим гордимся в Казахстане, да, что у нас появились сети, то есть люди, совершенно пришедшие из другой сферы, например, как тот же Павел Александров с IT-сферы, они начали что-то сами придумывать, абсолютно разуверившись в том, что со стороны государства нет подвижек. И опять же, очень сейчас важно отметить, что вот если первые два года это было такое противостояние несколько, то сейчас есть подвижки в части того, что госорган понял все-таки, как использовать это ну неформальное движение, да, и пошли навстречу, стали использовать и данные и пытаться договариваться. То есть вот попытки со стороны госоргана пытаться договариваться по уж совсем критичным темам, где абсолютно видно превосходство, так скажем, совершенно некоммерческих дешевых систем над большими дорогостоящими системами, оно очень ярко представлено. Поэтому в части вот воздуха я бы отметила, что есть определенный прогресс, вот, но я не могу такой же прогресс отметить по другим темам, например, в Алма-Ате и те вопросы, которые я в той же проблематике транспорта, пока идут экспертные обсуждения людей, это очень сильно волнует, потому что транспортная тема, она вокруг нас, она всегда людей волновала, но вот именно консолидировать, так скажем, мнение в части, какие меры наиболее адекватные и что нам делать в этой сфере, на экспертном уровне уже попытки есть, но вот очень большое многообразие мнений, кто-то за более жесткие меры, кто-то за более мягкие, большие проблемы с нормативно-правовой документацией, их надо обсуждать. И вот тут мы столкнулись с тем вопросом, что а с кем мы будем эти темы обсуждать? Это уже не вопрос обсуждения с населением, например, вводить там какие-то ограничения жесткие или нужны, например, меры социальной поддержки для того же перевооружения, ну, более обновления парка автомобилей, да, в нашей стране. Нужны какие-то с одной стороны фискальные меры, с другой стороны меры экономического стимулирования этих вещей. И тут, по идее, должен главным партнером быть, должны стать министерства, но пока по этой тематике мы как раз видим большой провал. Мы можем посмотреть даже на примере формирования экологического кодекса, да, это документ, который вот у всех экологов на слуху проходили, я не знаю, как в других регионах, ну, какие-то обсуждения со стороны министерства, они пытались организовать в городах, я участвовала здесь в городе на двух обсуждениях, и я вижу, что по каким-то темам министерство себя не чувствует лидером вообще, то есть они эти темы, ну, сознательно или не сознательно вообще обходят, и как бы большого интереса заниматься именно этими темами у них нет. пока в части как раз загрязнения транспорта я не вижу таких, ну, каких-то сильно подвижек. То есть все на уровне, опять же, интереса отдельных международных проектов, но ни в коем мере не со стороны профильных ведомств, того же министерства здравоохранения, того же министерства инновационного развития и всех прочих. Поэтому тут есть проблема. Ну и я понимаю, что у меня время скоро истекет, я опять же хотела остановиться вот уже что у нас в Алма-Ате, какие форматы все-таки нужно обсуждать и что нам делать по взаимодействию. Например, инициатива, вот вчера мы провели очередную тоже онлайн-встречу нашей группы «Чистый воздух Алматы». Группа абсолютно неформальная, не представлены в большинстве кстати не экологи, то есть это группа, которая надоела тоже слушать, что когда-то у нас будет светлое чистое небо и собрались люди с разных профессий и решили все-таки сформулировать, посмотрели те документы, которые производит Акимат, местные органы власти, и решили все-таки попытаться переформулировать это так, с индикаторами, с какими-то действиями, чтобы это было понятно любим людям. Вот, и поэтому группа такая абсолютно неформальная, попытались и провели на таких общественных началах с небольшими спонсорскими средствами небольшую конференцию осенью в учебном заведении просто разъяснить тематику и подготовили программу. Программа проект, вот вчера мы как раз начали обсуждать, что дальше, вот все люди немного устали уже от сидения дома, мозги кипят и хочется все-таки действия. Решили все-таки попытаться возобновить дискуссии с Экиматом, потому что мы на какой-то точке все прервались, когда шла речь о том, что мы хотели заслушать Экимат в части их программ и идей, что они сами собираются действовать, потому что есть идея все-таки найти какие-то точки соприкосновения и усилить те программы, которые уже забюджетированы или они есть, и указать на те провалы, не провалы, те вещи, которых вообще население не видит в этих документах и не видит их экспертное сообщество или они настолько расплывчаты в своих формулировках, что по ним невозможно отчитаться. Поэтому вот мы сейчас настаиваем, чтобы возобновились в каком-то формате вот эти неформальные консультации с представителями Экимата, посмотрим, как они будут идти навстречу. Очень у меня пока противоречивые чувства по возможности использовать общественный совет города Алматы в этом деле, потому что там сама структура сложная мы можем кому-то верить в общественном совете и доверять какие-то вопросы, можем не верить. То же самое, кстати, я думаю, что Светлана потом отреагирует на это, касается и общественного совета при Министерстве природных ресурсов, что там тоже настолько личностный фактор влияет на наше восприятие их обсуждения и решений, что очень сложно от этого личностного фактора уйти и быть более объективным к тому, что было. Ну и еще вопрос институциализации вот этих всех обсуждений. То, что мы ждем все-таки от формата взаимодействия между, если говорим о городском уровне, мы все-таки ждем, что будет более четкая обратная связь. Мы долго добивали, чтобы начали вести протоколы хотя бы этих совещаний, потому, что это не формальные процедуры ОВОЗ, которые расписаны в законодательстве, а все-таки такие новые формы. И чтобы была определенная отчетность, был секретарь у подобных обсуждений и были какие-то результаты. Ну, это вкратце вот так все. Я больше предпочитаю ответить на вопросы. И, Надежда, я вчера кратко мораторий сняла. Мне журналисты меня все равно предпочитают не забывать, так скажем. Я, правда, перешла на письменный формат. Я устала слушать выдержки из-за различных интервью, поэтому я попросила присылать мне вопросы все-таки в письменном виде и попросить не купировать комментарии. И вчера я сняла временно мораторий, если вот выйдет мой комментарий, то, что волнует журналистов, что у нас больше людей, тогда, возможно, мы продолжим эту дискуссию. Но пока я думаю, что меня саму больше волнует, как мы вообще будем дальше после карантина или в рамках даже карантина взаимодействовать и решать все-таки вопросы на долгосрочную перспективу, а не наблюдать там, что сейчас. Сейчас вот дождь прошел, сегодня хорошо, завтра погода изменится и все мы понимаем, что будет хуже. Поэтому давайте думать пространственно далеко. Спасибо. Спасибо, Лена, огромное. Вы действительно правы, стратегического мышления, мне кажется, не хватает нам всем. И мы видим и в бизнесе, и в государственном планировании, и в нашем собственном восприятии, которое часто похоже на обывательское. Чем дальше мы живем, тем короче становится горизонт планирования. Ну понятно, что изменений очень много и они быстро наступают, и мы планировать начинаем более короткий кусочек. Именно поэтому стратегический взгляд такой, как у вас есть, за который вы ратуете, это был такой продающий текст, это очень важный ресурс. Мне кажется, что нам вообще очень не хватает какого-то освещающего актуальной вещи сайта, где было бы много разделов, в том числе экологический, архитектурный, городской, еще какой-то, и висели бы такие вопросы, часто отвечаемые вопросы, где то, о чем вы говорите, прямо было бы, кто больше загрязняет. и нет необходимости отвечать на это десять раз, есть часто задаваемые вопросы, они в течение пяти лет не меняются, их можно открыть и смотреть, то есть этот вопрос можно автоматизировать, чтобы они работали таким роботом, отвечающим на вопросы. Живой вопрос к вам, тем не менее, поступил, и он вот про что. Как вы считаете, есть ли смысл неинституциированным сообществом, простым людям, которые могут инициировать экоакции, посты в сетях, что-то делать, или все-таки государственные органы должны сами на лыжах дойти до того, что нужно изменять повестку. Ну, то есть, мне кажется, это вопрос такой боли, я бы его так перевела, имеет ли вообще смысл то, что мы без государства делаем сами, влияет ли это как-то на принятие решений, которые происходят, или пусть они это делают сами, потому что от нашей возни ничего не зависит. Нет, я очень верю в гражданское участие, хотя я говорю, что вот за 20 лет, так скажем, отчасти профессионализации, так как я вела вот программу поддержки гражданских инициатив, с разными группами работала, я все-таки считаю, что если каждый человек хочет что-то сделать, хочет изменить, надо ему это позволить, сделать свободно, это касается вот в том числе законодательства политического, нашего, то есть нужно разрешить людям спокойно свою, ну, выявлять свою позицию, да, в том числе по экологическим вопросам, потому что сейчас у нас, к сожалению, боясь каких-то политических чересчур вопросов, под запрет попадают и обычные экологические марши, там, акции по защите того же своего водоема, я не знаю, ну, дерева или вырубки, то есть я считаю, что любые экологические и посты, в том числе в соцсетях, они имеют воздействие на наши государственные органы, и чем больше будет вот таких импульсов снизу, тем, возможно, быстрее наши государственные органы поймут, что нужно каким-то образом менять формат работы и уходить вот от этих формальных общественных советов, давать людям возможность высказываться. Ну, вот, может, мои коллеги, я говорю у Светланы, которая возглавляет сейчас большую организацию, куда входят профессиональные и не только профессиональные экологи, тоже поделятся потом этим, ну, своей точкой зрения на этот вопрос. Но я за любые, пример Павла Александрова, который вот не устает отвечать на тупые, как я, вопросы, я уже его сама подкалываю, я говорю, когда же хочется энергии отвечать на эти вопросы у человека, есть энергия и если бы не он, возможно, еще очень долго, с одной стороны, так скажем, экологи кичились своими знаниями, а с другой стороны, вот, бродило население и считало, что все так и должно быть. Спасибо, Лен. Я бы добавила на одном простом примере, один из моих любимых московских профессоров отвечает на этот вопрос так, даже если вы не ходите на выборы и выбираете президентов в разных странах, каждое ваше действие является выбором, вы что-то покупаете в магазине или не покупаете, или вы заказываете онлайн, это все выбор, и он влияет глобально на все, что происходит, то есть мелкий выбор, большое количество маленьких выборов складываются в большие там, бигдаты, систему данных, которая в итоге влияет на все, и мне кажется, вот в этой глобальной сети мы все друг друга чувствуем. Вот отодили еще один вопрос, простите, что мы немножко затянем, но мне кажется, этот вопрос тоже важный, он как раз про данные, как вы считаете, нужно ли добиваться сбора новых данных, как сейчас это собирают КМГ, активисты, так. Ну, я вижу вопрос, я вижу вопрос, я считаю, я кратко отвечу, я считаю, что данные, сейчас миром управляют данные, да, и мы можем, вот в отличие от наших личных предпочтений, люблю я там какого-то эколога, ну, в плане его манеру выступления или подачу, я все-таки считаю, что в современном мире мы должны опираться на данные, чем их будет больше, тем будет возможность у научных сотрудников проводить различного рода эксперименты на базе этих данных и давать нам какие-то, ну, аналитические материалы, чтобы мы все-таки проверяли различные сценарии дальнейшего поведения, поэтому я считаю, что надо не только ПМ собирать, ну, вот в части контекста воздуха нужно очень много новых данных, сейчас по транспорту, я почему не берусь комментировать, я всем пишу, что тех данных, которые сейчас есть, официальных, и которые нужно еще раз, опять же, проверять и перепроверять, потому что многие вещи, связанные с оценкой объема выбросов, это расчетные данные, а теория всегда отличается от того, что мы видим на улице, вот чем больше будет данных, тем более аргументированно можем обосновать те или иного рода политические решения, потому что все, что связано с качеством воздуха, я считаю, что это в целом это политические решения. Огромное спасибо. Ну, насколько я понимаю, Диль еще имел в виду, стоит ли добиваться, чтобы государственные органы обратили на это внимание больше, потому что тут ответ очевиден, да, можно и самим собирать, насколько мы можем это делать там смартфонов и добиваться этого же. Надежда, но тут многие данные невозможно без госорганов собрать, поэтому я тут вижу как раз очень большую свычку, так скажем, вот этого, ну вот тот предмет взаимодействия, где нужно работать и это происходит, это именно в контексте сбора данных, потому что не всегда чиновники понимают, какая информация нужна, да, для тех или иных расчетов, но могут, используя административный ресурс или вот свои внутренние механизмы, эти данные достать быстрее и, ну, в более полноценном виде, поэтому тут сотрудничество нужно и нужно, как требовать проактивные позиции госорганов, да, чтобы они потом это все включали уже в рутинный процесс, но и со стороны гражданских активистов. Мне кажется, в вопросе сбора данных мы особенно понятно, как мы можем действовать, то есть люди как раз могут добровольно передавать большое количество информации, участвуя в вопросах через социологию, ну, и через собственное поведение формировать бигдату, вот, и чем активнее люди будут понимать, что это важно, тем больше данных у нас будет. Благодарю. Елена, спасибо, не уходи, пожалуйста. У нас есть еще один прекрасный эксперт, с которым я единственный в сегодняшней встрече, с которым я незнакома физически, познакомилась только вчера, это Светлана, и мы переходим тогда от вопросов воздуха к вопросу в воде, которая, ну, не знаю, как в Казахстане, у нас в Алмате, пока еще она не чувствуется так остро, как резонансная тема воздуха, но с коллегами из ПРООН говоря, я поняла, что у нас проблемы с водой начнутся примерно через, ну, в районе 10 лет, и мы их почувствуем очень сильно. Так, Светлана, вам слово. Спасибо. Добрый день всем. Тоже не очень понятно, как будет выглядеть этот формат до конца, все мы только привыкаем к новым форматам, но тем не менее попробую. Я все-таки решила сделать презентацию, поскольку, мне кажется, визуально некоторую часть того, что я не успею сказать, сделают у меня картинки. Итак, позвольте мне объяснить немного, что у нас за организация. Сейчас, секунду, у меня чуть-чуть не идет дальше. Переключение слайдов. Ничего, сейчас справимся. Итак, наша организация, что из себя представляет? Мы являемся профессиональной именно экологической организацией, и тема воды не основная наша тема, мы вообще занимаемся поддержкой прав граждан на здоровую окружающую среду. и направление нашей работы это имплементация норм Оргутской конвенции в казахстанскую практику. Мы экспертной организацией работаем над тем, чтобы мобилизовать и местные сообщества для того, чтобы они могли пользоваться своим правом участвовать в принятии решений, затрагивающих окружающих средств. Но почему мы все-таки занимаемся вопросами воды? Мы проживаем в Пол-Адаре, это находится здесь, это конечный, будем говорить, этап сбора стока в пределах Казахстана. Смотрите, есть диаграмма, которая показывает, что мы используем то, что к нам притекает сверху, и по нему ли мы являемся заложниками того, что происходит в Верховек. Что происходит в Верховек, вы видите на этом слайде. Здесь огромное количество горнодобывающей промышленности, которая очень сильно влияет на качество воды, и вы видите, хотя данные я здесь привела, использовала один из старых слайдов, здесь данные 2016 года, но поверьте мне, не в 2018, не в 2019, картина не менялась, и во многих притоках, складывающих сток лапеша в Верховек на Алтае, количество загрязняющих веществ превышает ПДК даже не в Грозды, а в Верховеке даже сотни раз. И поэтому, конечно, нам необходимо найти механизмы, чтобы мы и Грозовье, и Паладар могли каким-то образом влиять на ту территорию, которая производит эти загрязнения. Поэтому, конечно, механизмы мы использовали на протяжении развития нашей организации очень разные. до 2004 года это были в основном информационные кампании, ну, либо участие в международных проектах в качестве экспертов, вот эти данные, которые я вам сейчас показывала, были сделаны в рамках совместного французско-российского и казахстанского проекта. Мы использовали очень большой объем информации, но уже имея вот эти данные, мы с 2004 года до 2006 активно участвовали в процессе создания бассейновых советов, потому что именно в рамках фирпиджского бассейнового совета мы могли бы повлиять на верхнее течение реки. Я была как эксперт одним из разработчиков программы интегрированного управления водными ресурсами для бассейна реки, я выполняла эту работу. То есть вот такие научные данные мы пытались провести, доставить людям, принимающим решения. К сожалению, вынуждена констатировать, что интегрированные управления водными ресурсами, бассейновые советы так и не заработали в полной виде. Может быть где-то на юге в пределах одного небольшого бассейна это как-то работает, но у нас в пределах самого крупного бассейна Казахстана этот механизм все-таки остался очень формальным, хотя заседания проходят периодически, но какое-то влияние на принять решение они не имеют. С 2011 года на базе нашего общественного мнения работает Орховский центр Паладарской области. Я один из тех людей, может быть это будет нескромно сказать, но кто приложил руку к созданию вообще Орховского центра в Казахстане. Первым был Ватерау, очень успешный опыт, как мы считаем, и мы стараемся эту модель перенести из Паладар. Орховский центр был создан на базе меморандума между Министерством охраны окружающей среды в то время, Акиматом Паладарской области и нашей организации. Но по факту, единственному нужен, это вот общественное объединение, которое всячески обеспечивает работу этого Орховского центра. Единственный первый раз в этом году нам выделили из областного бюджета очень небольшие средства для работы Орховского центра в рамках государственного заказа. Я хочу показать еще несколько примеров кейсов, как наша организация работает и какие механизмы мы используем. Ну вот здесь на этом слайде вы видите пример, который довольно громкий был, нам пришлось поднимать шум на всю страну, чтобы каким-то образом разрешить эту ситуацию. Вообще предполагалось в рамках строительства спортивных сооружений, грибного канала, приотлоги отломовых трасс затронуть более-таки гектар в особо охраняемой природной территории, которая является комплексным заказником поймы реки Иртыш. Ну это рядом с городом, по факту это городская черта, но это является и в то же время охраняемой территорией. И планировалось снести здесь для того, чтобы осуществить проект более пяти тысяч деревьев и кустарников. Мы всячески начали сопротивляться этому проекту, подключили очень активно все сообщество города Пола-Адара, области. Ну и вот, что мы использовали? Во-первых, мы участвовали в общественных слушаниях и по этому проекту три. Правда, одни прошли вообще настолько формально, что о них никто не знал, поэтому мы приняли участие в двух общественных слушаниях. при том, по итогам этих общественных слушаний мы обязательно отправляли свои замечания не только в адрес организаторов и инициаторов проекта, но и обязательно в адрес экспертизы, которая делала заключение на этот проект. И вот как раз это сыграло ключевую роль, потому что наши замечания были и для этого проекта было дано отрицательное заключение экологической экспертизы, что, конечно, помогло нам остановить этот проект. Мы проводили информационные кампании, в частности, вы видите такие инфографики, которые мы подготовили. Я вот хотела бы отреагировать на то, о чем говорила Елена. Да, действительно, нужно людям доносить информацию, причем мы понимаем теперь, что очень такими простыми, наглядными методами, что мы стараемся в последнее время широко применять. Мы выпускаем инфографику, мы делаем, недавно мы выпустили вообще такое пособие научно-популярное по экологии в Павадарской области, в том числе рассказывая о вопросах в обеобязательных. Но самое главное, мы, конечно же, работаем с госорганами. Мы подали не одно обращение, чтобы обратить внимание на опасность этого проекта. Мы, в конце концов, обратились в суд, чтобы показать незаконность выделения этой территории для такого проекта. Но и самое главное, мы стараемся всегда апеллировать к законодательству. В данном случае нам помогла та позиция, что Река Иртыш, являясь одним из пяти водных объектов государственного значения, имеет особый статус охраны и водный кодек запрещает рубить деревья на берегах Реки Иртыш. Поэтому мы опираемся на эту позицию и оттаивали сохранение этой территории. на эту позицию. Но и главное, мы всегда стараемся использовать именно данные, объективные данные, анализ. Но в этом смысле нам проще мы сами специалисты, экологи, в основном мы сами делаем экспертизу, но если у нас не хватает его потенциала, мы стараемся привлечь потенциал наших коллег. Следующий вопрос, с которым мы работаем сейчас, это пожар в поле. Но, к сожалению, это не сегодняшнего года проблема. У нас на протяжении 20 лет постоянно происходят палы в пойме, которые наносят очень большой вред и пойманным лесам, и пойманным лугам. Происходит замена ситуационозов, происходит объединение мы видим ландшафтов. Что мы сейчас используем? Ну вот реагируя опять же на своих коллег, я хочу сказать, что общественный совет у нас в регионе к сожалению очень формальная структура, он вообще никак не решает проблемы экологии. Общительный совет в принципе при министерстве, которое сейчас занимается охраной окружающей людей, пока нас тоже не удовлетворяет его результаты работы. Но мы нашли вот такой новый механизм, который позволяет сейчас работать с департаментом экологии, то есть структурным подразделением министерства. Сейчас созданные в каждом регионе офисы Далды-Коломен, но они созданы для борьбы С, но мы эти механизмы используем для того, чтобы осуществить взаимодействие между различными госорганами, потому что вот если говорить о проблеме, скажем, пожаров, они, кстати, для воздуха унесут очень большое запрещение, мы видим то, что они, к сожалению, очень в разных рынках находятся в СССР, только туши, за то, чтобы они не возникали, вроде бы, как важные агематы, а перекладываются на землепользователи, которые, в общем-то, таким образом, мы знаем, часто решают проблемы того, что они в прошлом году не выписали того, и они думают, что они так освободятся территорию. Таким образом, пришлось инициировать такую кооперацию между государственными органами, и мы смогли это сделать, мы провели буквально вот на той неделе онлайн опять же совещание, в котором присутствуют практически все госорганы региональные, но это было именно офисом Адалды Каламе организованным по нашей инициативе, и мы сейчас увидели несколько таких моментов, которые все будут совместно сейчас работать, ну, во-первых, нужно инициировать на республиканском уровне все-таки меры ответственности поменять в административном, может быть, даже за уголовную ответственность туда исти эти, ответственность тех, кто эти пожары создает, потому что часто они действительно намеренно возникают. Также мы столкнулись с тем, что нет методики расчета, например, ущерба от пожаров для загрязнения окружающей среды именно атмосферного воздуха. И поскольку нет просто такой методики, государственные органы говорят, мы не можем просто посчитать и предъявить виновный ущерб. Ну и, конечно же, мы планируем провести масштабную информационную кампанию, потому что действительно, вот и Елена правильно сказала, из небольших действий каждого из нас складываются глобальные экологические проблемы. Поэтому работа с сообществом, работа с людьми, это одна из важнейших составляющих, которые мы видим. Ну вот здесь я позвонила себе такие рекомендации, обобщающие мое выступление сделать, и не сказать, вот, наверное, в чем причины нашего успеха, как мы считаем. Во-первых, мы используем очень последовательный комплексный подход. Наши кейсы длятся от пяти, и даже там у нас семилетний был кейс до двух лет. То есть это не какие-то разовые проекты, мы работаем над тем, что мы видим проблему, и мы работаем, пока мы ее не разрешим. Мы строим выводы и рекомендации только всегда на базе квалифицированного экспертного анализа объективных данных. И в этом случае мы видим, что оппонентам потом трудно как-то противостоять нашим предложениям. Мы изучаем и максимально используем все функции структур государственного управления. То есть мы постоянно ищем, если не работает общественный совет, ищем другой механизм. Но они, к сожалению, еще и постоянно меняются. Поэтому приходится быть, вы знаете, уже не столько эпогом, сколько, наверное, великим и менеджером, изучающим работу кодсорбин. Скажу сразу, мы не всегда удобные участники каких-то площадок, но тем не менее все в регионе знают, что мы много лет проблемами работаем, и так или иначе все равно нас приглашают. Ну и, конечно же, еще раз подчеркну, широкие слои населения, это очень важно, потому что именно возмущение людей, в одном из кейсов, он не был связан с водой, но мы собрали за неделю в городе 100 тысяч подписей, потому что у нас проживает всего 320 тысяч человек, и вот такое вот массовое возмущение людей против одного с проектом привело к тому, что власти вызованы и были отказаться от этого сайта, поэтому активизм, он, конечно, работает. Спасибо вам за внимание, ну вот тут есть еще наши контакты, если это моя презентация будет доступна потом нашим зрителям, вы можете задавать нам вопросы или смотреть на наши материалы в социальных титрах. Спасибо большое, я готова к вопросу. Да, и вопрос вам есть. Я не увижу, Елена, давайте я сама сразу отвечу, я извиняюсь просто сэкономим времени. Давайте. Орховский центр для чего создавались? Вы знаете, тут историю очень можно долго рассказывать, но вообще Орховский центр создается для того, чтобы помочь общественности, конечно, прежде всего. То есть задача Орховского центра дать возможность всем заинтересованным сторонам, и государственным органам, и общественности. Мы с бизнесом работаем, потому что вот это три ключевые стороны, которые участвуют в принятии решений. Бизнес инициируют, госорганы регулируют, а общественность реагирует. Нравится проект или не нравится. И вот чтобы всем этим сторонам оказать поддержку, вообще и создаются Орховский центр. Их задача предоставлять, помогать поиск информации экологической, их задача объяснить механизмы, как можно участвовать, как выстраивать диалоги. Ну и в этом году нам уже приходилось оказывать поддержку и в доступе правосудия. сами подавали в суд и общественность. Собственно, мы подавали по инициативе общественности в суд в защиту интересов общественных. Поэтому вот задача Орховский центр. Другое дело, что не во всех регионах, хотя сейчас созданы практически в каждом регионе Орховский центр, но не все они действуют так, как ожидалось вообще должен действовать Орховский центр. Но сейчас с министерством думаем, как выстроить эту работу, потому что, к сожалению, не все, что называют Орховский центр, по факту именно нет. Ну, лично я просто не просто благодарна, я в восторге еще от вашего маленького лайфхака, который вы спонтанно бросили. Ну, эта организация создана для борьбы с коррупцией, но мы ее используем для своих целей. Мне кажется, это прямо должно войти в методологию и в список в алгоритм действия. Если ты видишь, что там в городской администрации создан какой-то новый, новая служба, новый функционал, подумай, как его можно использовать для своих целей. Неважно, эколог ты, урбанист, архитектор, вот, или еще кто-то. Спасибо, Светлана, огромное. Я передаю через вас огромный привет Павлодару, это второй мой любимый город после Алматы. Очень вас люблю и мне кажется, что это очень понятно и очень типично. Я сейчас поняла, почему драйвером городских изменений в теме воздуха, наверное, будет Алмата долго, а драйвером в теме воды, наверное, будете вы. То есть, это какая-то ваша миссия по геополитическому вопросу. Благодарю вас и привет Павлодару. Приглашаю к микрофону виртуальному Михаила Белякова, человека с удивительной историей вхождения в тему эко. Я подозреваю, что, наверное, он мог бы, а может быть, он это и не сделает, и мы сейчас посмотрим, делаем ставки, что он будет еще одним, третьим человеком, который посыплет голову пеплом и скажет, ну, я не настоящий эколог, а может быть, он за то время, что мы с ним не виделись, скажет, я изменил свою позицию и теперь я считаю себя профессиональным экологом. Вот, но путь Миши в профессиональную экосреду действительно удивительный, и я всем советую просто посмотреть на этот путь, как на историю жизни, вот, и, видимо, часть этой истории Миша сейчас нам и предложит послушать. Поехали. Итак, 11.18. у вас 5-10 минут. Спасибо большое, я всех приветствую. Да, конечно, хотелось бы, хотелось сказать, что да, я не профессиональный эколог, но на самом деле, да, я не профессиональный эколог, это надо признать, я не учился. Скажите, видно ли вам презентацию? Но, как эксперт, да, свою экспертность я как бы уже подтвердить могу, потому что я в этом долго кручусь и много, много что знаю, много чему уже научил. Итак, я сегодня расскажу примерно, как мы помогаем нашей деятельностью беречь воду, беречь воздух и останавливать глобальное потепление, да, но не на локальном уровне, а на более таком глобальном. вот, с чего началось, по плану, да, расскажу, с чего началось, как работает наш блок, экошкола, наш экобизнес, и какие экоактивности мы создаем, и как они работают. Вот, о себе. Начинал я с мусора, меня привлекла тема мусора, сортировки отходов, потому что это, сейчас эко-тема, она поднимается, но в основном на поверхности мусор, воздух и вроде больше ничего такого. Вот, поэтому мы тоже начинали с мусора, нам не нравился мусор, который валяется, эти пакеты, да, то, что пластик долго не разлагается. Следующим моим этапом стало это, ну, что самый лучший способ бороться с мусором это не создавать его, то есть не покупать мусор в магазине, отказываться от упаковки по возможности от одноразовых товаров. Дальше мы это рассмотрим. Вот, и последняя такая ступенька, на которой я сейчас нахожусь, не знаю, куда я пойду дальше выше, это изменение климата, что нас пьет с вами не мусор, а именно изменение климата, которое происходит стремительно, и я убежден, что наш вклад в этом есть, многие говорят, что это слишком самодовольно, считать, что человек, да, может влиять на глобальные системы, но да, может, просто мы нарушили баланс очень сильно, вот, и я теперь выступаю больше за снижение потребления, рассказываем людям, какие товары, какие привычки, их, да, жизненные, больше всего влияют на климат и оказывают наибольший сред, вред, вот, какой имеют больше углеродный и водный след, и что такое водный, углеродный след, мы тоже рассказываем, сегодня я на этом останавливаться не буду, так, итак, наша задача, да, дать картину в целом, чтобы люди сами научили разбираться, чтобы никого не слушали, много сейчас, кто на теме эко, старается больше продать товаров и услуг, но при этом продавая не экологичные товары, мы помогаем в этом разобраться, даем понять, что сортировка мусора, это хорошо, это тоже экономит ресурсы, электричество, там, меньше добычи, меньше выбросов, но это не выход, лучше всего не создавать мусор, переходить на осознанное потребление, потому что при любом производстве, все, чем мы с вами пользуемся, на что мы с вами создаем спрос, это вредные выбросы во время производства, когда пользуемся, потом, когда уже то, что мы попользовались, превратилось это в мусор, это тоже проблема, утилизация отходов и переработка, это тоже вредные выбросы, трата воды, электричества, надо это понимать, вот, мы, конечно же, рассказываем, что Алматинская область наша, она, по прогнозам ученых, одна из самых уязвимых областей к изменению климата, потому что, хотя бы, что вода у нас берется с гор, с ледников, и ледники сейчас тают быстрее, чем останавливаются, и в какой-то момент у нас наступит ситуация, когда будут проблемы большие с водой, вот, это все мы рассказываем, дальше, да, расскажу сегодня про самые такие загрязняющие отрасли, которые ведут к изменению климата, это индустрия моды, и это промышленное животноводство, и просто, да, индустрия еды, скажем так, вот, почему, потому что, многие люди, да, они, что, ну, выключают воду, когда чистят зубы, да, душ, там, мучаются, принимают быстро-быстро, за 3-5 минут, там, меньше горячей воды потреблять, но при этом они не знают, что если они, например, в год меняют, там, несколько пар джинс, то они все это напросто перечеркивают все свои усилия, все свои мучения, просто почему, потому что они этого не знают, вот, все это мы рассказываем, конечно же, вот статистику, да, посмотрите, я тогда зачитывать не буду, вот, животноводство, то же самое, да, в то время, когда в мире очень много голодающих, и тем не менее, по статистике, где-то пишут 40, где-то 60 процентов еды просто-напросто выбрасывается, почему, потому что люди не задумываются, какие ресурсы тратились на производство этой еды, это и трата воды, и вырубка лесов, потому что, я смотрел статистику, у нас в Казахстан привозного мяса больше издалека, чем мы пользуемся сами, своим мясом, плюс мы еще и на экспорт тоже много отправляем, и вот эта ситуация, она вообще ненормальная, когда мы могли бы, да, местное выращивать, местное потреблять, но мы туда-сюда вот это все тусуем, вот, то, что вырубка лесов происходит ради пастбищ, ради кормовых культур для коров, коров, кстати, уже больше, чем людей на планете, а нам столько не нужно, навоз, да, девать некуда, утилизировать не успевают, сбрасывают в океан, это все мертвые воды, а океан, он тоже дает нам воздуха очень много, поглощает углекислый газ, леса вырубаются, сказал, да, тоже для воздуха нужно, загрязняется вода, много метана, который является парниковым газом, и пальмовые плантации, тоже вырубается много лесов, ради того, чтобы мы могли там косметикой пользоваться, различными вкусняшками, ну, много-много всем, люди этого не знают, и хотя, если вот, как было перед этим сказано, голосовать рублем на каждом шагу, чтобы была осознанность, станет намного легче, все, бытовая химия тоже большая проблема, это тоже вопрос раскрываем, тут вред не только организму человека, плюс еще и загрязняются воды, цветут реки, там загуглите, цветущая волга, много таких картинок найдете, и причину этого тоже, вот, многие не знают, например, почему бумажный пакет не является экологичнее пластикового пакета, да, почему, потому что картину в целом не рассматривают, от момента производства до момента утилизации, смотрят только, разлагается, отлично, экологично, не разлагается, очень плохо, не пользуемся, вот, на самом деле это не так, вот, и как мы это делаем, я это делаю через свой блог, пакетом нет, кстати, да, я, наверное, не представился, Михаил веду блог, пакетом нет, подписывайтесь, мы там показываем личные примеры, чтобы люди понимали, что снижать свой эко-след, углеродный след, можно делать, не снижая уровень жизни, да, и многие считают, что жить экологично, это чертовски дорого, это тоже не так, мы все эти мифы развенчиваем, на собственных примерах, проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы, делимся лайфхаками, эко-школа у нас, мы совместно с блогером Аидой Олимбековой уже запустили три потока, там мы зарассматриваем эти вопросы уже более углубленно, и у нас не только по эко-привычкам курс, который помогает снизить эко-след, у нас еще и кто хочет идти дальше, делиться с людьми, мы запустили курс эко-блогерства, потому что один в поле не воин, нужно обязательно свое окружение тоже менять, как это правильно делать, мы всему этому учим, бизнес понятно, рассказали, что одноразовое плохо, надо дать альтернативу, и как раз таки это мы и даем, например, мало кто знает, что на производство литровой бутылки пластиковой тратится 7 литров воды, получается вы 1 литр воды купили попить, но при этом потратили все 8, это неправильно, какие сумки более экологичны, мы, например, за год, я как-то заморочился и посчитал, не взяли около 1600 пакетов с магазинов, то есть я приходил и считал наши сумки, фруктовки, и мы стараемся тоже транслировать, представьте, если каждая семья в Казахстане хотя бы, так же будет, сколько сэкономится пакетов за год, это там просто миллионы, миллиарды, сколько воды сэкономится при производстве, электричества, вот, плюс, если у кого-то порвалась наша сумка, да, которую мы произвели, мы принимаем на починку, то есть наша задача не просто продать и заработать, а чтобы человек реально уменьшал свой экологический след, вот, какие акции, да, какие-то я проводил раньше сам организовал, в каких-то только участвовал, вот, вкратце опишу, какие в Алматы у нас часто проходят акции, экосубботники, это не просто уборка мусора с одного места, транспортировка в другое, мы связываемся с переработчиком, и он весь отсортированный мусор забирает, его перерабатывает, дармарка, это куда ты можешь прийти, принести вещи, которые тебе уже не нужны, отслужили тебе, не приносят удовольствия, но которые могут послужить другим, ты приносишь, взамен берешь то, что нужно тебе, то, что тебе понравилось, и будешь реально пользоваться, и это все на бесплатной основе, книга обмен, то же самое, очень классная акция, очень крутые книги попадаются, флешмобы запускали, не дари мертвые цветы, не слабо без пакета, там с ведрами ходили в магнум, с кастрюлями, в супермаркет, небо без отходов, это когда ты в самолете, не берешь вот этот пластиковый мусор, берешь еду с собой разрешенную, шары, салюты, понятно, да, в общем, лишаем радости жизни людей, это нас многие не любят, так и я, так и я. Вот, в общем, закончу тем, что необязательно нам нужно достучаться до каждого человека, есть такой закон автосинхронизации, где достаточно переманить на свою сторону, переубедить 5% людей, и тогда все остальное пойдет автоматом по волне. Все, я уложился, спасибо большое, могу ответить на вопросы. Миша, есть два вопроса к вам, и один вопрос ко всем спикерам. Первый вопрос от Адиля, почему, ну, заметьте, вопрос от Адиля к вам очень профессионально сформулирован, как, даже я бы сказала, не к экологу, а как к представителю городской администрации. Почему в Алмате закрылся мусороперерабатывающий завод, почему нет до сих пор раздельного мусора, и что с судьбой старого и нового полигона? Вот, что вы об этом знаете? Так, почему закрылся мусороперерабатывающий завод? Это, наверное, тот, который был там лет уже сколько, 10 или 15 назад, да, открывался? Почему? Потому что вложили кучу бабла, полком инфраструктуру не построили, с населением не поработали, завод простаивает, сырья нет, нифига, потому что не наладили это все, сырья не хватает, терпят большие, огромные убытки, потому что он просто так стоит, надо кредиты выплачивать, плюс случился кризис, еще в это время тоже так обошлось, и у государства там, я читал, что-то у них было решение, либо поддерживать этот завод, либо деньги куда-то в другое место отправить, и в итоге они решили пожертвовать заводом, в итоге все очень-очень дорогостоящие оборудования, просто сдали как металлолом, чтобы хотя бы часть денег оттуда вытащить, это очень грустная история, но так у нас происходит часто, бывали случаи, когда в городах там объявляют тендер, ставят эти баки для ртуть, содержащих отходов, кучу поставили, отчитались, с населением работу не провели, потом смотришь, через месяц-два там пакеты с мусором, всякая фигня, подгузники, короче, в этих баках засунуты, в итоге что делается, объявляется тендер на демонтаж этих контейнеров, вот у нас такое иногда происходит, когда все непоследовательно, вот, поэтому почему МПЗ закрыт, да, ответил, так, дальше что там было? У нас Светлана сделала хорошую экспертную вставку относительно, ну, причин закрытия завода, то есть были еще финансовые махинации, с ним связаны, ну, тоже ожидаемо, и это тоже послужило, наверное, импультом. Так, мусоросортировочный комплекс работает, да, но надо понимать, что это, ну, я считаю, это так себе решение, потому что все сырье, которое уже туда доходит, оно очень сильно испорчено, почему? Потому что, ну, представьте, бумага, которая там борщом вся пропитана, там, куски пиццы и все остальное, ее уже никуда не денешь, пластик, который тоже извозюкан во всем, в жирах, вот, ну, там же все вот это прессует, его тоже толком не переработаешь, поэтому качество сырья ужасное, у нас мало перерабатывают, поэтому я считаю, все-таки, очень нужно начинать с того, чтобы ставить раздельные баки в каждом дворе и проводить работу с населением, вот только тогда у нас более-менее наладится, и я абсолютно против мусора, сжигающих заводов, а эта тема, к сожалению, поднимается сейчас, уже говорят о том, что их точно построят. Светлана добавляет, что новый полигон, это миф, старый работает, ресурс у него еще не исчерпан, а отдельно предлагает включиться в дискуссию, которую, я надеюсь, не очень долго, но поддержит Миша, очень коротко ответив, какой смысл экономить пакеты на уровне персональной осознанности, если этот пакет все равно выпущен, если ты не берешь авиапитание в самолете, этот комплект питания все равно есть, и это вопрос очень типичный, и каждый человек, считающий себя частью населения, чаще всего возражает против активистских лозунгов именно таким образом, поэтому, Миша, я считаю, что вы должны на это ответить. Конечно, отвечу. Ну, насчет пакетов, да, ну, вот, 1600 пакетов, да, это очень много, если каждый человек будет от них отказываться, то будет ходить со своими сумками, на них упадет спрос, их перестанут производить, вот, но это, к сожалению, не получится, наверное, со стороны населения, только мы можем чуть-чуть немножко подтолкнуть, это все-таки нужно делать на уровне государства, и если вы погуглите, многие страны запретили строжайший запрет на пластиковые пакеты, потому что они осознали, что это необязательно, что, ну, каких-то лет 20-30 назад мы с этим жили, справлялись прекрасно, вот, для многих, для многих стран, прям, эти пакеты стали экологической катастрофой, и там ты, если увидят у тебя пакет, тебя даже в тюрьму могут посадить на год-два, и большие штрафы, поэтому нужно обязательно, вот, у нас ввели недавно, да, платные пакеты обязательные, вот, но всего лишь 5 тенге, этого недостаточно, поэтому от государства нужно, от пакетов избавляться надо, это как раз-таки те одноразовые удобства, которые служат нам 5 минут, но вреда от них очень много, мы просто привыкли жить в комфорте, и нам страшно представить, как мы будем теперь выносить мусор без пакета, вот, это все надо менять мышление, нужно думать о каждом своем действии, которое мы оказываем на планету, все-таки нам дальше жить, и нашим детям, вот, поэтому и смысл есть, что насчет самолетов, я не знаю, как там все устроено, сам я в этих акциях не участвовал, я уже давно не летал, а мои друзья делают, если многие люди будут отказываться от еды в самолетах, да, ну, может быть, может быть, не знаю, компании станут меньше на рейс отправлять комплектов еды, хотя это вряд ли, по этой акции не скажу, я ее просто привел как пример, я ее не анализировал, и сам еще не поддерживал, не разбирался. Миша, вопрос от меня, а есть ли какие-то примеры того, что массовый отказ людей от какого-то вида продукта повлияло на решение государственного масштаба? Потому что многие считают, что, ну, вот у нас и в чате это звучит, это утопия, это решение должно быть принято государством, наши разовые индивидуальные инициативы на это никак не влияют, мы можем в это играть, но ключевым фактором все равно будет глобальное, вот, и многие считают это, ну, такой разрешительный, разрешительным аргументом в себе, ну, пока государство не сделает это, я ничем тут не помогу, то есть этот аргумент звучит как индульгенция для себя очень часто, вот, и мне кажется, здесь вот этот пример, вот такой кейс был бы очень хорош, массовый отказ большого количества людей от какого-то продукта повлияло на решение государственного уровня, и ситуация экологическая изменилась в статистике, вот, я интуитивно понимаю, что это должно быть так, но я не знаю ни одного мирового примера, который можно было бы привести как аргумент, вы знаете? Хороший вопрос насчет массового отказа, нет, я вот сейчас не могу вспомнить пример, ну, ну, смотрите, например, когда пошел отказ и противодействие, ну, чтобы не запускали шары, да, вот, многие люди стали писать петиции, просить, и Акимат выдал, ну, хотя бы не запрет, да, но, как это они назвали, короче, они порекомендовали, да, на таких мероприятиях не запускать шары, и разослали по всем школам, вот, по шарам знаю было, по поводу отказа там от пакетов или от бутылок, нет, таких кейсов я не знаю, но я обязательно поищу, мне это самому теперь стало интересно, хорошая тема для поста, а что касается, что я один ничего не добьюсь, я категорически с этим не согласен, и три года моей деятельности говорят как раз об обратном, вот почему, потому что, когда начал только я, да, действительно, в моем окружении, среди моих друзей никого не было, меня никто не знал, кто я такой, да, я 12 лет сидел в офисе, программировал, тут вдруг стал заниматься всякой фигней, червей выращивать дома калифорнийских, вот, за время, за вот эти три года у меня взяли порядка 30, может быть, даже 60 интервью, я не считал, ну, смотрите, эти интервью на широкий экран, да, то есть многие люди, кто об этом никогда не знал, они хотя бы об этом задумаются, может быть, у них чуть-чуть там клюнет, может быть, кто-то не решался, кто-то не знал как, хотел жить экологично, ну, не знал как, а тут увидел репортаж, там, как ходят там без пакета, справляются, и что это все отлично, насколько это полезно, начинают это делать, они начинают делать, их друзья это видят, вот, я, помните, Надежда, мы сидели в этом, в импакт-хабе, и я должен был про червей рассказать, но так и не дошел, потому что у нас все закончилось знакомством, вспомните, сколько людей сказали, что их вдохновил мой блог, или интервью, прочитанное про меня, я считаю, это хорошее опровержение тем словам, когда твое действие ни на что не влияет, ничего не стоит, нет, это абсолютно не так, и нужно, ну, это правда, хочешь изменить мир, нужно поменять себя, ты меняешь себя, к тебе подтягиваются другие люди, нужные люди, вы уже вместе что-то придумываете, что-то делаете, ваше окружение тоже начинает меняться, примеров у меня море, вот, и... Миша, я знаю, что вы очень любите считать, вы считаете пакеты, которые не купили в магазине, вы считаете прекрасно деньги, вот мне кажется, это прям на будущий год, такой кейс, вам нужно, как человеку с программистскими мозгами, посчитать, каким образом инициативы индивидуального плана влияют и насколько на государственные решения, вот, это прям, мне кажется, будет сильным аргументом, потому что, пока мы не посчитаем, такие рассудочные, организованные люди, как Адиль, нам с вами верить будут с большим трудом, у нас, наверное, напоследок есть, может быть, к Мише, может быть, к нам, ко всем вопрос, о том, Адиль спрашивает, как можно влиять на бизнес, кейс? Я в стране кейс, извините, есть у меня пост, там две девочки, которые, две девочки, которые, там, в какой стране, не помню, я обязательно это вышлю, и они начали там, ну, не бастовать, они там начали уборку пляжей, потом за что-то выступали, к ним начали присоединяться люди, и глава государства, или мэр, он все-таки прислушался, и помог им, то есть, все-таки, такие кейсы есть, и обязательно их найду. А Грета Тумберг, как весь мир стряхнула-то? Цифры нужны, Миша, цифры нужны. А цифры какого плана? Что подразумевается по цифрам? А вот мы поговорим с вами, мы прям придумаем этот кейс. Хорошо. У нас есть вопрос, так, сколько стоит ваш курс по личному снижению футпринта? Есть ли курс для офисов? Вот, опять же, импакт на бизнес. Есть ли корпоративный пакет по экоосознанности? Ну, смотрите, онлайн-курсы мы проводили 9500, это просто снижение коследа, с эко-привычками, это сколько там, 14. Мы можем или на следующий поток, да, или дать запись, мы предоставляем запись, там стоит доступ всего лишь 5000 тенге. Вот, это, в принципе, небольшая цена. Я думаю, что это неправильное решение, Миша, вам нужен корпоративный пакет по другой цене и по другой схеме работы, тоже об этом поговорим. Сделаем, сделаем. Так, хорошо, хорошо, а Светлана вас спрашивала, есть уже, в списке вопросов уже есть и ответы, у нас уже собственная дискуссия закрутилась, но я помню вопрос Светланы об опыте вашем личном работы с правительственными организациями, есть ли он и есть ли там какие-то лайфхаки на примере того, как она приводилась в своей жизни? У меня, к сожалению, нету, все мои касания с правительством, это когда я подавал заявку на грант, где меня не очень внимательно слушали, потом сказали, что такие работы уже подавались, но так до сих пор эти проекты не появились, то есть денег мне не дали, это повлияло на мое отношение, вот, и следующий кейс, когда я участвовал тоже в основном как слушатель, как жалял, да, вот как вот это все неприятные моменты, которые там происходили, которые меня сильно возмутили, все, больше я не касался и пока не хочу, потому что не знаю как и не знаю с кем, вот, нету. Садильям и со Светланой точно можно советоваться, ну и с Еленой, о том, как государственные механизмы и как аппарат работает, там есть своя специфика, вот, я ее тоже не очень понимаю, но я знаю, что есть эксперты, которые могут помочь кооптироваться. Так, я там вопрос какой-то, да? Что? Куралай пишет. Куралай, как вы думаете, почему до сих пор не организован раздельный сбор отходов? Были ли попытки взаимодействия на государственном уровне? Я не знаю, я могу поделиться на уровне, ну не то чтобы слухов, да, но данных, которые как бы сам лично не проверял. Я могу озвучить такую точку зрения? Можете. Все. Когда я начал этим заниматься, да, было много компаний частных, которые сами разрабатывали сетчатые баки, ставили по городу, вот, потому что переработка отходов бизнес очень невыгодный в нашей стране, потому что вторсырье стоит очень дешево. Вот, и они сами ставили, но они не имели права ставить там, где вывозят мусор, наша местная компания стартап, называется. Вот, плюс там еще были сведения, что, ну они владеют 90% рынка в Алмате, и плюс какая-то часть акций принадлежит таким мату. И то есть получилась ситуация, сами не занимаются, но и другим тоже не дают, не пускают. Вот, в итоге та компания сейчас вроде так и не запустилась. Сейчас во многих, а, им можно было ставить, знаете, где вот эти, в ЖК, в жилкомплексах новых, вот, сейчас многие компании ставят у нас по городу Алматы баки, во многих дворах они стоят, это Тазакала, вот, они собирают только пластик. Вот, у нас пункты приема по городу тоже много, но это самому надо вести, да, то есть почему не сделали, я не знаю, мне кажется, это все-таки потому, что у них это стоит не в приоритете, и они никак не могут навести порядок и сделать это, делать нормально, то есть либо некомпетентные люди, либо там коррупция, либо что, я считаю, давно уже можно сделать, население готово, провести работу с населением вообще не проблема, и куда сдавать переработанное сырье, да, чтобы что-то из него делали, уже предприятие есть, простаивают, не хватает сырья, вот, поэтому почему, я не знаю, и даже если я с кем-то пообщаюсь, я не уверен, что получу правду. Поэтому выше не запускают, потому что нет культуры населения, вот это я очень часто слышу в различных интервью, но я с этим категорически не согласен, вот, короче, что-то нечисто, это мое мнение. Миша, ну, посмотрите, у нас был такой активный возраженец Адиль, и он уже пишет, что теперь ваш фанат, что он многого действительно не знал, и готов на индивидуальном уровне поддерживать рост такосознания. Мне кажется, что я могу заключить, и только, да, на здоровье, только сказать о том, что мы много аргументов, разрешающих пофигизм, можем приводить к себе, но глобальная экологическая тема, это тема о доме, и о том, как мы этот дом свой представляем себе. когда я в экологических чатах появляюсь, я очень много, ну, стараний прилагаю к тому, чтобы остановить токсичную коммуникацию, обесценивание, взаимные обвинения, обвинения в направлении, там, государства, или вот такую внешне обвиняющую политику, потому что мне кажется, очень важной темой, помимо ТБО, помимо воздуха и воды, тему работы над экологизацией мышления. То, что мы делаем, и те образцы другого поведения, нового поведения, которые мы делаем публичными и видимыми в публичном пространстве, все это меняет экологию мышления, все это меняет отношение к тому, что мы делаем. Постепенно государственные органы это не некие изолированные люди, не инопланетяне. У них есть дети, семьи, школы, у них есть Ютуб, на них влияют родственники, и это взаимовлияние медленно, но происходит. Мы все в большой аэродинамической трубе мировых трендов. Другие страны принимают много привлекательных для экологистов решений, и это тоже влияет на наши государственные органы. Поэтому эти проявления может быть медленнее формируются, чем нашему обывательскому глазу хотелось бы, но тем не менее мы в большом серьезном пузыре общей жизни и общего представления и взаимосвязанности. Моделью, может быть, вот этой связанностью является такая виртуальная площадка как Facebook, которая, я не устаю это повторять, является сейчас самой большой платформой гражданского диалога, где есть все, где нас отслеживают государственные органы, где очень много лидеров мнений, раскручивающих профессиональные и околопрофессиональные группы. Вот, и еще один большой тренд, о котором тоже невозможно не сказать. Обратите внимание, что из четырех профессиональных, как организаторы считают, докладчиков, трое, да, абсолютное большинство начали свое выступление с того, что я непрофессиональный эколог. Мы почему-то считаем себя непрофессиональными экологами, а хотим быть профессионалами в какой-то другой области. Но ситуация такова, что мотивированные активисты сейчас приносят гораздо больший вклад в то, что происходит, нежели профессионалы. И мы сами начинаем расти с большим интересом в те области, которые не являются частью нашей профессиональной деформации. Елена Рязакович говорит о том, что она больше по транспорту, чем по воздуху, тем не менее, вгружает массу информации по воздуху. Миша по образованию программист, но последние несколько лет развивается и как эколог. По образованию я связист. Боже, что я интереснее. Я филолог по образованию, но последние 17 лет занимаюсь неформальным образованием, а последние 4 года городской модерацией и фасилитацией. Адиль концептолог и больше в архитектуре, но тем не менее, про экологию города понимают очень много. Мы все развиваемся в смежных областях, которые влияют на всех. профессиональные эксперты очень сильно потеснили локальные эксперты. А кто такой локальный эксперт? Это пользователь, который приносит свою пользовательскую экспертизу. И вот в этом интегральном ключе каждый добавляет то, что для него важно. И это, мне кажется, очень сильно чувствуется везде. Приходят прорабы, добавляют дизайнерам то, что не понимают дизайнеры, приходят связисты и наносят серьезный урон восприятию экологов и архитекторов о себе. И это прекрасная интеграция. Я получила от этого эфира гораздо больше, чем планировала, честно скажу, и всем участникам, и организаторам большое спасибо. Видимо, действительно, в карантине происходит какое-то волшебство, накапливается какая-то нового уровня энергии, которую мы готовы вынести в мир, когда только нам его откроют. Каким будет этот мир, пока еще непонятно, но будем пытаться воздействовать пока на экосферу мышления, а дальше уже через это мышление на весь физический мир. Посмотрим, как это получится. С Мишей у нас есть план придумать и просчитать кейс. Адиль теперь ваш фанат. Елена будет, наверное, делать какой-нибудь собственный сайт с графой чего, ответ на популярные вопросы. А Светлана будет нас всех консультировать в теме воды, защиты прав на экологию и чистую окружающую среду. Спасибо всем, кто слушал, спасибо за вопросы. Я, наверное, их уже не смогу дальше прочесть, но они сохранятся в истории. Люди уже стали обмениваться контактами, а это, мне кажется, именно то, чего мы хотели. Благодарю всех. Нам осталось только попрощаться. Вот, завершение уже случилось, а продолжение следует. До свидания, до встречи.